Я хочу пока только сказать пару слов, чтобы обратить внимание, что сейчас есть разница, какую недельную главу читают в субботу, разница между землей Израиля и вне земли Израиля. В земле Израиля будут читать главу к Дошим, наступающую субботу, а вне земли Израиля будут читать главу Ахарей. То есть мы, они будут оставать от нас на одну неделю. Вы знаете почему? Очень просто. Седьмой день Песоха выпал на пятницу, а следующий за ним, восьмой, выпал на субботу. В земле Израиля нет второго дня праздника. Соответственно, суббота совершенно обычная, и в ней читали главу Ахарей. А раз в ней читали главу Ахарей, то сейчас читают главу к Дошим. А вне земли Израиля есть второй день праздника, это восьмой день Песоха, последний. И читали, то что, читали чтение праздничных дней. И они будут читать главу Ахарей, только в наступающую субботу. Говорил Бог Моше, говоря. Говори, как все общины сыновы Израиля. Скажи им, будьте святыми. Потому что святые, а не один, я Бог ваш Бог. Вы связаны со мной, с Богом, и поэтому будьте святы, так как я свят. Что значит, будьте святы? Раша говорит, отдаление о запрещенных половых отношениях, которые Тора запретила, это называется святость. Рамбан говорит, объясняет святость это по-другому. Он говорит так. Есть действия, которые Тора запретила, запретила еврейскому народу определенные отношения, определенные виды еды и так далее. А есть, а указание, будьте святыми, это более общее указание. Отдаляйтесь от излишеств. То есть, есть действия, которые прямо запрещены Торой, а есть действия, которые не запрещены. Но, предположим, обжорство где-то запрещено Торой? Нет. Пьянство. Есть прямой запрет Торы на пьянство? Нет. Или человек очень занят отношением, когда-то можно было иметь несколько жен. Очень этим занят. То есть, прямого запрета Торы нет. Но то, кто так себя ведет, это противоположность святости. Так говорит Рамбан. То есть, отдаляйтесь от излишеств, от непристойности, от, скажем, опьянства и так далее. Теперь, тут написано, говорите, ко всей общине сынов Итраиля. Эта глава, как пишет Раша, была сказана вчера при сборе большого народа, потому что многие основы Торы написаны именно в нашей главе к душим. В главе к душим, можно сказать, написаны почти все указания Торы между одним евреем и другим. Подавляющее большинство в нашей главе. И они, эти заповеди очень широкие. Первое, он говорит указание. Как евреи должны себя вести? Что значит, чтобы вы трепетали перед папой и мамой? Что это значит? Интересно, есть два указания. В среде десяти заповедей, данных на горе Синай, сказано, почитай, уважай. А тут написано, бойтесь или трепетайте перед родителями. Так геморравки души объясняют нам, что это две разные стороны. Есть почитание, принести, приготовить еду, принести, вынести, обслуживать. Это почитайте. Почитайте родителей. А бойтесь, трепетайте перед ними. Это относится к родителям, как к людям совсем другого ранга. Нужно, скажем, не сидеть на месте папы, вставать перед ним, не спорить с папой, даже в какой-то вопросе политики, или физики, или математики, и сказать, папа, ты не прав, это не так. Это нельзя. То есть относиться к родителям, как к людям совсем другого ранга. Я как-то слышал на это сравнение. Примеры жизни. Скажите, если бы перенесемся на 5-6 веков назад, в Испании, где очень обращали внимание на этикеты при царском дворе, при дворе короля. Представим себе, идет заседание короля с его министрами, и король дает какое-то предложение в руководстве страны. Один из министров слышит это предложение и видит, что это предложение, как говорят, ни в какие ворота не лезет. Что этот министр скажет? Прибавим к этому, что министр хочет, чтобы его голова осталась на плечах. Он этого хочет. И можно его понять. Что он скажет? Уважаемый король, вы дали очень интересное и оригинальное предложение. Но если мы обратим внимание на положение дел, то мы увидим, что это может создать такую-то и такую-то проблему. И так далее. Он затронул чем-то его почет? Нет. Подобно этому должно быть наше отношение к родителям. Как людям совсем другого ронга. Теперь тут написано отца, мать и отца бойтесь. Там он говорит, не только отца. Обычно ребенок больше боится отца, чем мать. Так не только отца, но прежде всего упоминается мать. А помочь, обслужить, что-то принести, ребенку быстрее он послушает просьбу мамы. Так там написано, почитай отца и мать. Не только мать, что тебе хочется, но и отца. А тут наоборот. Бойтесь маму и папу. Теперь написано, мать и отца бойтесь, а мои субботы соблюдайте. Как что написано вместе? Так учат отсюда, правильно. Мать и отца бойтесь, но вместе с этим субботы мои пособлюдайте. Я Бог ваш Бог. Я Бог и тебя, и твоего папы, и мамы. То есть если папа или мама просят сварить что-то в субботу для них, нельзя их слушать. То же самое, если они просят нарушить что-то, что Тора нам указывает. Нельзя их слушать. Мать и отца бойтесь, но субботы мои соблюдайте. Ведь я Бог ваш Бог. Я Бог и твой, и твоего папы. Ау, пифну, эу, эли, лим. Не обращайтесь к идолам. Значит, не обращайтесь к идолам. Не интересуйтесь, как там буддисты или другие идолопоклонники, каким путем они служат своим идолам и так далее. Не занимайтесь этим. Не поворачивайтесь к идолам. В элеима сейхо вылитых идолов в рейсасовахам не делайте вам. А не ад иной элехихам. Я Бог ваш Бог. Ты с евреем нельзя сделать идол, даже если его кто-то просит. И готов заплатить большие деньги. Когда принесете жертву шламим, привыкли переводить мирную жертву. Приносите это, что-то было вам желанно. В день, когда вы режете его, будет едино, что было съедено. А то, что останется до третьего дня, должно быть сожжено в огне. То есть шламим имеет максимальное время, а право есть. Это можно есть в тот день, что резали, и на завтра. Предположим, если бы стоял храм, и кто-то принес бы такую жертву, допустим, сегодня утром. Можно было есть сегодня. Ночь между сегодня и завтра, и завтра до захода солнца. А что, что остается, надо на послезавтра утром сжечь в огне. А если съедено, будет съедено в третий день. Пигула, это противно, лыгерство, не будет принято. А кто ест, а вина ест, он будет нести свой грех. Потому что он сквернил святость Бога. И будет отрезана та душа от своего народа. Вообще есть два закона. Первый, если осталось мясо от жертв, на третий день и кто-то ест, так это противно. И тот, кто это будет есть, ему полагается карет. Отрезание его души от источника. Есть еще закон. Если кто-то во время, когда он резал, или когда брызгал кровь кое, имел в виду, чтобы есть после времени, тогда же потом он захочет есть эту жертву вовремя, а эта жертва уже противная. Потому что при действиях, которые были при непринесении ее, было сказано, что ее будут есть после времени, то эта жертва уже противна. Ее нельзя есть. И кто ест, полагается карет, отрезание души. А теперь мы переходим в отношениях между людьми. Забота о бедных. Когда будете жинать жертву вашей земли, не заканчивай, край твоего поля жинать. Единичные колоссия твоей жатвы не подбирай. То есть, если упали единичные колоссия, один или два, не подбирай. Это интересно. Тогда, как мы читаем в книге Руд, кто-то был бедным, и у него не было поля. Обычно люди жили за счет своего поля. У кого не было своего поля, так при жатве оставляй край поля не пожатым. И тогда придут бедные и сами возьмут. Не то, что ты дашь им, ты оставляешь край поля не жатым. Они сами придут и возьмут. И то же самое, единичные колоссия, которые упадут. А твой виноградник не собирай гроздья неполные. Мешна в ПА объясняет, что такое неполные. То есть, единичные гроздья выходят. Такие гроздья не собирай. У Ферет Кармахо единичные виноградники, которые падают от твоего виноградника, не подбирай. Для бедного и для пришельца оставь их. Они одиною реком. Я Бог ваш Бог. То есть, то, что оставляли, бедный сам пришел и собирал. Не воруйте. Не отрицайте. Когда потом того, кто своровал, говорят, ну ты взял, так не отрицайте. Вы говорите шакру ишба миссой. И не лгите каждый человек своему другу. Я видел, я слышал шутку. Тут написано в множественном числе, не воруйте. По-настоящему, на Ашона Кодыш, нет такого, чтобы кого-то называли множественным числом, потому что он уважаемый. Нет такого на иврите. На других языках есть. Я слышал шутку. Есть такие, как бы считаете, люди очень уважаемые. Но бывает, что они воруют. Уважаемые, вы, пожалуйста, не воруйте. То есть, если человек клянется именем Бога Рожна, он оскверняет имя Бога. Как это? Он хулит имя Бога. Почему? Потому что, что такое клятва? Клятва связана с именем Бога. И содержание клятвы, чем человек клянется всегда, что это значит? Как самым святым, что есть. А что есть самое святое в мире? Существование Бога. Так, ложно клясться, это хулит имя Бога. Не грабь твоего товарища. Ложно клятвы, это значит, кто не платит работнику, твоего товарища, не грабь. Чтобы не переночевала, работа наемного рабочего и доход с тобой от Бога до утра. Значит, если кто-то от тебя работал и закончил до захода солнца, ты должен был заплатить в течение ночи. Кто работал ночью, ты можешь был обязан ему заплатить до захода солнца. Не проклинай глухого. В лифне и вер и перед слепым не ставь прикновения. А человек скажет, а я же совсем это не имел в виду. Ты говоришь, я говорю, бойся твоего Бога, а не один, ну я Бог. Тут написано, не проклинай глухого. А в другом месте написано, не проклинай князя, то есть царя. А еще написано, не проклинай судью. Так, то муд говорит, что никакого еврея нельзя проклинать. Но даже даже глухого, который же не слышит, как его проклинают, даже его нельзя. И перед слепым не ставим прикновения, в том муде приводится, что в эту заповедь, знаете, что входит? Не приводить другого к нарушению запрета Торы. Допустим, кто-то, Назир, принял на себя обед на зарейство, ему нельзя пить вино. Он говорит, знаешь что, принеси мне вино. То же самое, кто-то просит другого, принеси и купи мне свинину. Или, для нееврея, кусок от живого, что ему запрещено. Так это входит в этот запрет. Перед слепым не ставь прикновения. Не делайте несправедливости в суде. Так, с одной стороны, не поднимай лицо бедного. С другой стороны, не украшай лицо великого. Великого это может быть большой богат, а может быть сенатор или министром. Ты в суде? Надо судить справедливо, невзирая на лица. Не оправдывать бедняка и не украшать лицо влиятельного человека. БЦДК, ты ж пейтам и сэхо, справедливо, суди твоего товарища. Суди другого справедливо. Приводят еще, в эту заповедь значит, надо судить справедливо. В эту заповедь говорят, что входит еще судить другого справедливо. Не подразвивать другого напрасно и судить другого положительную сторону. не иди сплетничай в твоем народе. Не говори на другого сплетни или не говори на другого что-то нехорошее, что он сделал то-то и то-то. Да, что это правда. не стой при проливании крови твоего товарища, а не иной ебок. Почему поставлены одна возле другой эти две заповеди? Не иди сплетничать и не стой при проливании крови твоего товарища. Во-первых, что значит не стой при проливании крови твоего товарища? Если кто-то из нас знает, что еврей находится в беде, опасность бандитов, разбойников, опасность пожара, утонуть и так далее, злые звери, так ты обязан приложить все твои возможности, чтобы его спасти. Не стой при проливании крови твоего товарища. А почему написаны эти две заповеди одна возле другой? Они связаны. Если кто рассказывает сплетни о другом, то может быть тот, о ком рассказывает сплетни, он услышит, как кто-то говорил о нем так-то и так-то. Он не захочет спасти того, кто это рассказал или того, кто это делал. Так одно может привести к одному нарушению приводит к нарушению другого. Не рассказывай сплетни. А давайте определим, что значит, в чем запрет Торы не рассказывай сплетни. Во-первых, как Рамбом определяет, нельзя рассказывать что-то плохое, что-то плохое о другом евреи. Он сделал тот и тот и плохой. даже это и правда. Бывают исключения, что иногда для пользы дела это разрешается, но тоже при соблюдении определенных условий. Например, подходит кому-то и спрашивает, вот мне предложили эту девушку. Что ты говоришь о ее характере, что ты говоришь о ее здоровье и так далее. Так бывают ситуации, что можно и надо рассказать, потому что он не спрашивает просто для любопытства, он спрашивает для пользы дела. Но понятно, это надо рассказывать спокойно, взвешенно, если ты действительно это знаешь. Теперь запрет. В этот запрет, как Рамбом говорит, входит два случая. Один случай рассказывать про другого еврея, что он сделал что-то плохое, а второй случай не рассказывать что-то, что может привести к вражде между людьми. даже ты не рассказываешь что-то плохое о другом. Представим себе, компаньоны, и один из них планирует, может быть, выйти из бизнеса, и он имеет на это право, так, по договоренности. И он тебе об этом рассказал, о своих планах, советуется, спрашивает, что происходит там, что-то. Если ты об этом расскажешь компаньону, компаньону это понравится, нет, даже если в этом нет ничего плохого, но тому это не понравится. Или рассказывает, может быть, и такая ситуация, кто-то дал большую труму на биткнессет. Иногда, если об этом услышает жена, она может обидеться. Мне на новое платье он не был готов дать такую-то сумму, а на биткнессет он дал такую-то сумму. Ничего плохого о мужа не рассказали, а к спорам это может привести. Так интересно, Рамбам, так это даже, если все чистая правда, но сплетни запретил. Хафицхайм специально работал об этом и написал книгу Хафицхайм. Хафицхайм о законах, что можно рассказывать, что нет. А затем он написал книгу Шмират Агашон о разные места в Талмуде, насколько это плохо и насколько это опасно для того, кто об этом рассказывает. Одну из сторон, что это особо опасно, знаете, почему? Вы знаете, что из основных качеств, которым Бог ведет наш мир, это мера за миром. У каждого из нас есть положительные действия, а, к сожалению, и отрицательные. Так вопрос, на что на небесном суде будут обращать внимание? Так во многом это зависит от того, как мы судим, что мы говорим о других. То, кто говорит о других и говорит о них отрицательные, так на небесах говорят. Ну, ты говоришь отрицательные на других. Давай посмотрим твои отрицательные стороны. А это очень-очень невыгодно. «Не имей ненависти к товарищу твоему брату в сердце». Твой брат значит любой еврей. «Не имей ненависти к другому в сердце». Это широкая митва. выговорит одно из объяснений. Если он тебя чем-то обидел, выговорит твоего товарища. Скажи ему, почему ты мне не сделал то-то-то. И не не ни 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 это одно. Но понятно, что если другого выговаривать, надо найти подходящую форму, чтобы это привело к взаимопониманию. Потому что очень часто если ты ему скажешь вот почему ты мне сделал то-то, мне очень мешает и так далее, так он объяснит или извинится, говорит, я не думал, что это тебе мешает и так далее. И еще содержание этого выговорит выговорит его товарища, что если кто-то нарушает запреты Торы, то на твой товарищ нарушает, так надо его выговорить. Но выговорить так, чтобы не нести на него грех, не стыдить его публично, сказать его деликатно наедине. Это идет к тому человеку, которому ты можешь выговорить и он может быть тебя послушает и послушает. Медраж рассказывает на это красивое сравнение. Есть такие люди, которые если что-то скажут, а какое твое дело? Есть на это интересный пример из Медража. Несколько людей пыли на корабле. и кто-то в своей каюте начал сверлить. Другие пассажиры прибежали. Что ты тут делаешь? Ты сверлишь? Послушайте, я вам указываю в вашей каюте, что вы сидели или лежали или танцевали. Я вам ничего не говорю. Вы мне ничего не говорите, что вы от меня хотите. они говорят, да, но если ты дойдешь до до дна, то мы все потонем вместе. И чем кончилось? Это пример из Медража. То есть мы, весь еврейский народ, они все в одном корабле. И каждый несет ответственность за другого. понятна. Надо знать, кому что говорить и как говорить. Содержание этого должно быть. Ты же ведешь себя неплохо перед Богом и ты наносишь сам себе вред. Себе и всему народу. Всему еврейскому народу. Рейси кеймбе. Ну, понятно, что это надо делать разумно. И знать, кому что можно говорить. в этом вопросе, как говорят, быть телеграфным столбом не надо. лейси, кеймбе, лейси, теревнея мехо. Не мсти и не сохраняй злобу сновьям своего народа. Что значит не мсти и не сохраняй злобу? Так наши мудрецы приводят простой пример. Один попросил другого одолжить топор. Тот ему не захотел одолжить. Через какое-то время тот, кто не хотел одолжить, пришел к нему одолжи мне, пожалуйста, пилу. Если он скажет ты мне не одолжил, я тебя тоже не одолжил, это значит мстить. А если он скажет на тебе я не как ты, ты мне не одолжил, а я тебе одолжил, это значит сохранять злобу. Любит твоего товарища как себя, а не одновременно я Бог. Эта митва очень широкая. Любит твоего товарища как себя. А что значит любит твоего товарища как себя? Я вас спрашиваю. у кого-то есть товарищ. У него есть, я не знаю, вилла, деньги в банке, несколько машин. Это значит, что он должен поделиться с ним. Не это то, что велит нам тора. Люби товарища как себя, чтобы ты желал, чтобы у другого было хорошо и экономически, и его положение в обществе, и здоровье, и все. желай другому всего хорошего, как ты желаешь тебе, чтобы ты отдалился от плохого качества зависти. Это митва очень широкая. как раз в нашей голове есть эти две заповеди, запрещающие не иметь ненависти к твоему брату в сердце и повелительное любить твоего товарища как себя. А на практике рассказывать же про Илеля, когда один человек, который заинтересовался евреем, спросил его, скажи мне, а что Тора нам указывает, пока я буду стоять на одной ноге? Что ему ответил? То, что ты не хочешь, чтобы тебе делали, не делай другому. Что еще раз можно подробнее? То, что ты не хочешь, чтобы делали тебе, не делай другому. Это очень широкое правило. Каждый из нас хочет, чтобы одним говорили приятно и интеллигентно. И так далее. Это мне кажется, что это правило очень охватывает отношения между людьми. Интересно. Есть митцвот, связанный с разными органами. Вот, например, когда мы читаем шма, это мы говорим устами. Тфелин мы накладываем на руку и на голову. А любить твоего товарища как себя и не иметь ненависти к другому, это связано с сердцем. Сердце должно быть здоровым, иметь любовь к другим евреям и не иметь ненависти. Вы знаете, что говорят врачи, если у кого-то сердце больное, что они говорят? Он очень серьезно болен. Ну, то же самое не сохранять злобу, это тоже относится к сердцу. Не мсти, это действие. Они сохраняют злобу сердца. Интересно, есть разные причины, что человек не любит другого. Одна из довольно частых причин, это знаете, какая? злобу, что кто-то завидует другому. Зачастую эта зависть, она выдумана. Это фантазия. Вы знаете, что говорят? Что трава на огороде другого более зеленая. слышали об этом? Очень часто бывает так. Но даже если и правда, если у другого действительно идет удачно, а у тебя, допустим, нет. И допустим, это объективно. Очень часто это фантазия. человек у себя все видит в одном свете, а у другого в другом. Так природа многих людей. Но даже если это и правда, бывает иногда зависть, которая приводит к ненависти. Очень часто. Скажите, тот чем-то виноват, что он, я не знаю, более состоятельный, чем ты, более уважаем в обществе, более здоровый, у женщин более красивый и так далее, и так далее. Он чем-то в этом виноват. Я вам скажу, одно из корней этого отношения, что у человека есть внутреннее ощущение, что его удачливость, экономическое положение, я не знаю, семейное и так далее, положение в обществе, он берет за мой счет. такое внутреннее ощущение, но это совершенно неверно. Каждый получает то, что ему полагается от Бога. и у Бога есть достаточно дать каждому. То, что как тебе видится, он твоему соседу послал удачу, не за твой счет. У Бога есть достаточно послать удачу и твоему соседу, и тебе тоже одновременно. так это одно не имеет отношения к другому. Он не взял твое. дальше идет еще заповеди мои законы соблюдайте. Твое животное не смешивай с другими видами. То есть нельзя скрещивать животных. Не сажай разные виды. как вид натуры сохраняй, как Бог создал мир. Это содержание духовной заповеди. Не смешивай виды животных. Не засевай поле нескими видами. У выгет кираем шатныц. Одежда кираем шатныц. Ры яры орехо, чтобы не зашло на тебя. Что такое шатныц? Шатныц это одежда, которые смешаны и шерсть и лен. Такую одежду нельзя одевать. шатныц. 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 тут специальные лаборатории, в которых можно отдать одежды на проверку. Не проверяют, нет ли там шерсти и нет ли одновременно льна. тут есть интересная заповедь, которая в наше время почти неактуальна, но есть. льна. Если вы будете лежать женщиной, вы ищите в ханахрепе, в ханахрепе, она предназначена человеку, мужчине, выголдили невдосу, выкуплить, она не выкуплена, и ху, свободы нет, не даны ее, должна быть проверка, ли умсу не полагается смерть, она не собратена. То есть, так. Если женщина замужем, и кто-то, не дай бог, имеется в ней отношение, то и этой женщине, и тому любовнику полагается смертная казнь. Но тут речь идет о другом случае. Была женщина, которая была рабыней, как Талмуд называет эта гойская рабыня, Шевхаакнанид. И у нее было два хозяина, коллеги, партнеры, точнее. И один из них ее освободил, а другой не освободил. И она обручилась с кем-то. То есть она половина освободена, а половина нет. И она обручилась с кем-то. И кто-то другой имел с ней отношения, она еще не полностью освободена, поэтому не полагается смертная казнь. Если она была бы освободена, и после этого было бы обручение, полагалась бы смертная казнь обоих. и он принес жертву на ей полагается 39 ударов. Это особый случай. «Воих Иисовею Эго Орет, когда придете в землю, землю Израиля, ун та тем, колыц махоу, будете сажать все деревья, которые приносят плоды для еды, морал, мороз и аспирги, чтобы закрыли его плоды. Шолы шоним ел хам арылим. Три года будет у вас арылим закрыт. Нельзя, чтобы это было съезено. То есть, первые три года после посадки дерева нельзя есть его плоды. И это называется орла. Это запрещено не только есть плоды, запрещено иметь удовольствие от плодов. У вас шон орвиз, четвертый год, екал пире, будет все плоды, кейдыш и улем, святое, чтобы хвалить ладиной Богу. Перед Богом. То есть, плоды четвертого года, когда стоял храм, надо было принести в Иерусалим, и там есть святости, либо выкупить на деньги, выкупить деньгами, и когда он приезжает в Иерусалим, за эти деньги купить съедобные продукты и есть святость. То есть, четвертый год, плоды четвертого года имеют святость, можно их есть, но в такой святости. Это имеет место и в наши годы тоже. то есть, первые три года запрещены и есть, и использовать, а четвертый год надо выкупить на монету. Иерусалим Видите, Тора обещает, кто соблюдает этот закон, так Бог пошлет ему богословление дальше, в пятом году и дальше. Умашонахамисис, а в пятый год тыхуэспирги, будете есть его плоды, рейсиброхэмтвосы, прибавляет вам урожай. А не одной рейхэм, я Бог ваш Бог. Это очень актуальный закон, что когда сажаем деревья, первые три года нельзя использовать их плоды. Рейсиброхэмтвосы Рейсиброхэмтвосы Не идите на кровь, на крови, как это не есть на крови. Есть несколько пояснений в Талмуде. Одно из них, например, когда приносит жертву, чтобы не есть от мяса жертвы перед тем, как брызгали кровь. Рейсиброхэмтвосы Не гадайте, и не говорите времена. Вы знаете, кто-то скажет так, одолжи мне деньги. О, одолжи тебе в первый день месяца или в первый день недели. Это плохое время одолживать. Нельзя так делать. Смотрите, кто-то хочет не одолживать, и он молчит. Он ничего не нарушает. Но говорить, это время плохое, это тоже против. Кто-то ведь на исходе субботы просит одолжить, боится одолжить у соседки что-то. в начале недели начать одолжить. Тора говорит, не смотреть на времена. Рейсиброхэмтвосы Не приравнивайте края вашей головы. Говорит, Саш, если не уничтожай, из пас конехо края твоей бороды. То есть, тут края головы. Ведь голова, можно сказать так, круглая, тут есть край. Так нельзя срезать вперед. Это период, который нельзя срезать. То есть, он можно подрезать, чтобы не были такие длинные, но он должен оставлять значительной длины. Приводит как минимум 0,5-0,6 сантиметров. Как минимум. Пиота это обычно до конца уха или до вот этой косточки. До края этой косточки. А нельзя брить бороду. Брить вы нельзя. Тут мы останавливаемся. Редактор субтитров Н. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова П. Гринцова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...